Игростроя Что ж, сейчас узнаем Для начала заглянем на официальную страницу игры на сайте Nintendo Что же нам тут обещают? Полная неожиданных поворотов в истории Классические пошаговые сражения со своими особенностями Улучшение оружия, магические навыки, настройка параметров и стель Многие часы головокружительной игры Хм, звучит неплохо Посмотрим, подтвердятся ли эти обещания Начнем с сюжета Жили-были два королевства Добрая Элифтерия и Злая Валтения Они постоянно воевали между собой Используя суперсовременное оружие, называемое в этом мире роботами Спустя 15 лет бесконечных стычек Злое королевство, Ака Империя Разработало новый вид роботов Исполняли эти штуковины лишь один приказ Уничтожить врага самым быстрым и эффективным способом Ради мира во всем мире Но эти новые машины решили, что единственная угроза мировому порядку Это человечество Объединенные войска двух королевств уничтожили механическую угрозу Одержав победу в войне, Элифтерия и Валтения заключили мир И решили больше никогда не делать таких роботов Но спустя несколько лет король империи решил предать своего союзника Что же он там делать собрался, нам и предстоит выяснить А пока игра переносит нас в какую-то пещеру и знакомит с одним из главных героев Знакомьтесь, это Люк Он гений по части инженерного дела и весь такой неприступный, недоверяющий людям паренек Типичный ужасно крешированный герой второсортного аниме И терпеть этот генератор пафосных и бессмысленных фраз нам придется всю игру Что ж, вернемся к сюжету Спутник Люка отчаянно уговаривает паренька взять себе провожатого до деревни Мол, путь не близкий, да и идти одному небезопасно Но гениальный инженер показывает всему миру в лице двух человек Как же он крут и продолжает путь домой в гордом одиночестве Попав в следующую локацию, мы видим, как два хулигана измываются над девушкой Справившись с супостатами, Люк пытается вытащить незнакомку из груда металлолома И обнаруживает, что девушка не совсем человек Она наполовину робот Стоит отметить, что у Люка просто бзик на разного рода металлические штуковины Да она же железная, подумал Люк и радостно потирая ладошки, потащил трофей к себе домой Спасенная девушка говорит, что ее зовут Эстель И эта дама становится нашим вторым играбельным персонажем Главной ее особенностью является возможность так называемой настройки параметров Бивая врагов по ходу игры, мы будем получать различные кристаллы Используя найденные камешки, можно прокрачивать различные характеристики Эстель Сражается дамочка какими-то здоровенными перчатками, посылая во врагов получи сердечек Ну что тут скажешь, типичный ДжРПГ Дальнейший сюжет я комментировать просто отказываюсь Спойлерить я вам его тоже не стану На мой вкус история скучна и слишком предсказуема Следить за ней лично мне было абсолютно неинтересно Поэтому давайте я просто познакомлю вас с оставшимися игровыми персонажами Компании в этом нелегком приключении нам составят Калайная синеволосая лоли по имени Челси Использующая в качестве оружия здоровенный томик какой-то энциклопедии И стрелок в крутой шляпе по имени Винс Буквально подобранный на улице Добрый Эстель Что ж, поговорим об игровой механике Infinite Dynamics представляет собой типичный клон Final Fantasy Я думаю, что такую пошаговую систему боя знает каждый И особо локуляться в разговоры о ней не стоит Поэтому буквально в двух словах расскажу основы Порядок хода определяется вот этим индикатором сверху Во время своего хода персонаж может атаковать, защищаться, перейти в режим автоматического боя Использовать предметы, сменить свою позицию, попытаться сбежать, использовать особые способности и магию На последних пунктах остановимся поподробнее На использование особых способностей, скиллов, персонаж тратит очки боя Для использования некоторых особо сильных атак придется пропустить целый ход Изучаются эти способности с помощью оружия Видите эту шкалу с процентами? Как только она достигнет отметки в 100% На экране появится сообщение, что способность была изучена Это значит, что для дальнейшего ее использования вам больше не нужно ходить именно с этим оружием Она стала вашей навсегда С магией все немного интереснее В игре есть различные волшебные кольца Все началось с отливки Великих Колец Нет, не такие кольца Всего их бывает 4 вида Каждый из которых соответствует определенной стихии Огню, воде, электричеству и ветру Побеждая супостатов с экипированным кольцом, персонаж изучает магию определенного вида Довольно очевидно, что огненное кольцо позволит герою изучить огненные заклинания Водные, водные и так далее Цифра в названии кольца отображает максимальный уровень доступных нам заклинаний В самом начале игры мы получим от Челси кольца с цифрой 50 То есть магия выше данной отметки нам с ними недоступна Пара слов о графической составляющей и интерфейсе игры Спрайты выглядят довольно симпатично Но всю малину портит ужасно дерганые анимации Сделаны они как-то слишком халтурно Отдельно хочется выделить иконку леса на карте Как вы думаете, как должен выглядеть вход в лес на карте мира? Как маленькое деревце? Как черный проход между деревьями? Нет, друзья, вы не правы Да, это пещера Просто гениально Интерфейс в целом интуитивно понятен Но есть пара но Во-первых, нижний экран 3DS использовать нельзя Сенсор просто не реагирует Это странно и неудобно Вроде же сенсорных телефонов портировали Во-вторых, если одного из ваших героев Отравили, замедлили Наложили другой неприятный статус Определить, что конкретно не так с персонажем Практически невозможно Маленькая иконка рядом с именем на нижнем экране не несет никакой информации Ведь расшифровки вам никто нигде для нее не давал Да и по внешнему виду героев сказать ничего нельзя Отхватив неприятный эффект себе на голову Они просто падают Странный выбор анимации, если честно Что ж, обзор близится к своему логическому завершению Самое время осветить последний, но немаловажный пункт Музыку Игра встречает нас вот этим звуком Ваши уши тоже не получили удовольствие, правда? А теперь послушайте эту мелодию Она будет преследовать вас всю игру Каждый бой Постоянно Вам нравится? Мне вот абсолютно безоговорочно нет Вспомните музыку из того же Chrono Cross Разница налицо Точнее на слух Давайте подведем итоги На момент создания данного обзора Infinite Dynamite стоит 579 рублей Для сравнения, на мобильных платформах С которых ее собственно и портировали на Nintendo 3DS Она на распродажах стоит всего 1 доллар Мне кажется, что отдавать за нее больше просто нельзя Infinite Dynamite с всем своим видом пытается пробудить в вашей душе трепетное чувство ностальгии Она прямо кричит вам Смотри, смотри, я так похожа на старые добрые JRPG Люби меня так же, как и их Но любить ее не за что Неинтересная конвейерная JRPG Напичканная пустыми и бездушными персонажами И созданная исключительно рань денег Три с половиной из десяти А это был обзор на Infinite Dynamite специально для Viu.pro Всем спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok